Продолжение следует... Мы с вами поговорим о рассказе Горького Мать-Изменника. Обратите внимание на слайд, который я вам сейчас демонстрирую. Постарайтесь вместе со мною прочитать материал этого слайда. Рассказ Горького Мать-Изменника входит в цикл сказок об Италии, которые были созданы в период с 1911 по 1913 годы во время первой эмиграции писателя. Горький в это время жил в Италии на острове Капри, но он много путешествовал по другим городам страны. Впечатления от увиденного легли в основу сказок об Италии. Главными темами рассказа Мати-Изменника являются темы любви матери к своему сыну и темы преданности родине. Каждая мать любит своего ребенка и хочет, чтобы он вырос хорошим человеком, чтобы им можно было гордиться. Мать предателя лишена этой возможности. Главная героиня рассказа – это Марьяна, сын, который перешел на сторону врагов. В произведении Горький несколько раз употребляет слово «мать» с большой буквы, чтобы подчеркнуть ее значимость. Марьяну все избегали из-за предательства ее сына к родине. Однажды, после разговора с матерью убитого, женщина решила уйти к сыну, потому что не могла больше видеть и терпеть боль других, нанесенные ее ребенком, и хотела увидеть его, чтобы остановить войну. Сын Марьяна хотел только славы, хотел стать героем, не понимая, что герой – это тот, кто творит жизнь вопреки смерти, кто побеждает смерть. Во время разговора Марьяны с сыном Горький говорит, что «мать творит, она охраняет, и говорить при ней о разрушении – значит говорить против нее, а он не знал этого и отрицал смысл ее жизни». Идея этого рассказа в том, что мать не может отказаться от сына, разлюбить его, каким бы он ни был, но и простить его, жить таким образом она тоже не может. Ее сердце разрывается, поэтому она убивает и его, и себя. Как нужно прожить жизнь, чтобы остаться в памяти людей? Зачем человек живет? Очень часто жизнь сравнивают с дорогой, которую нужно пройти достойно от начала до конца, от рождения до смерти. На этой дороге есть различные станции – детство, отрочество, юность, взрослая жизнь, старость. Как пройти этот путь? Какова его конечная цель? Каким нужно быть, чтобы люди вспоминали добрым словом? Вероятно, самая большая цель в жизни – приносить пользу людям, близким и далеким, увеличивать добро в окружающем нас. А добро – это прежде всего счастье всех людей. Оно слагается из многого, и каждый раз жизнь ставит перед человеком задачу, которую нужно уметь решать. Итак, путь к добру – в этом и есть смысл жизни человека. Быть верным своей семье, друзьям, городу, стране, народу. Пройти этот путь достойно. Уважаемые ребята, вам также необходимо выполнить домашнее задание. Вам нужно прочитать по учебнику «Рассказ Мать-изменника» на странице 155-160, а также письменно ответить на вопросы на странице 160. Желаю вам успехов! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!